...Веру Зощенко и, конечно же, композитора, аранжировщика, фианиста, виртуоза Игоря Ступешина. Друзья, давайте встретим Веру аплодисментами. Вот и у нас сегодня, сегодня на сцене Зощенко. Так, у вас сегодня на сцене редкое явление. Зощенко читает Зощенко. Вообще-то я этого не делаю, и когда я широко известна в узких кругах Петербурга, и в этом смысле все знают, я всегда это говорила, что Зощенко я не читаю. А, то есть вот так, это не получится, да, этот трюк? Оно будет у нас улетать. Но в этом году юбилей, надо нарушать правила. И честно скажу, как честная женщина, правдочка честного человека, должна предупредить, что имеет смысл остаться только людям умным, глубоким, и не накрашенным, готовым, так сказать, рыдать. Такой Зощенко, очень пахустное название, предполагается, что я должна вам рассказать, какой. А он у вас, у каждого свой. Поэтому, так как чаще всего, в подавляющем большинстве, если человек и знает, кто такой Зощенко, то, как правило, он знает его действительно как автора «Баня», аристократки, гомерические, смешного автора, ну, в лучшем случае, крайне красивого человека, дамского любимчика, ну, еще немножко, может быть, интеллигентская простойка знает его как человека, которого неправильно поняли и Сталин, и Гитлер, жертва указа 46-го года. Но совсем мало людей знает, что он офицер. Поэтому я бы хотела рассказать сегодня о таком Зощенко, которого, скорее всего, большая часть из вас не знает. Мой Зощенко. Игорь, пожалуйста, помогите мне. Горит дом. Плаве перебегает по стенам на крышу, обидную дранкой. Теперь горит и крыша. Пожарные весело качают воду. Один из них сводит в кишку, поливает дом. Вода тоненькой стройкой падает на огонь. Не, не затушить пожарному это пламя. Мать держит меня за руку, она боится, чтобы я не побежал к огню. Это опасно. Летят искры, и они рассыпают толпу. В толпе кто-то плачет. Толстый, бородатый человек. Он плачет, как маленький. И трет свои глаза кулаком. Я спрашиваю мать. Чего он плачет? Может быть, искра попала ему в глаз? Мать говорит, нет. Он плачет от того, что горит его дом. Он построит себе новый дом. Вот еще за этого я не стал бы плакать. Чтобы построить новый дом, нужны деньги, говорит мать. Пусть заработает. На эти деньги не построишь дом. А как же тогда строятся дома? Спрашиваю я. Мать тихо отвечает. Я не знаю. Может быть, люди крадут деньги. Что-то новое входит в мои понятия. Я с интересом гляжу на человека, который украл деньги, построил дом. И вот теперь он горит. Значит, надо красть деньги, спрашиваю мать. Нет. Красть деньги нельзя. За это сажают в тюрьму. А как же тогда? Но мать машет на меня рукой, чтобы я замолчал. И я молчу. Молчу. Я вырасту большой и сам разберусь, что делается в этом мире. Должно быть, взрослые здесь в чем-нибудь запутались. И теперь просто не хотят рассказывать об этом нам, детям. О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют. Что строчки с кровью убивают. Похлынут гордом и убьют. От суток с этой подоплекой я подказался наотрез. Начало было так далеко, так робоко первый интерес. Но старость — это рим, который взамен турусов и колес Не читки требует с актера. О полной гибели. Серьез. Когда строку диктует чувство. Оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство. А дышат Почва и Судьба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok